Великий шелковый путь проходил по берегам Волги. Уютное место для ночевки на берегу Волги. Мы нашли случайно, но, как оказалось, все было не случайно. Здесь мы познакомились с Еленой, которая не раз была на озере Эльтон. И она нам посоветовала не сомневаться и обязательно туда поехать. И порекомендовала, у кого остановиться на ночлег в поселке Эльтон. За что ей огромное спасибо. Кашка овсяная с черносливом. Едем в поселок Эльтон на границе с Казахстаном. Коровы, редкие деревья, каменные домики. Тоже очень малочисленные. И самоподключающийся тариф. Да, и МТС приветствует нас в Казахстане. Казахстан. Казахстан. Продолжение следует... Только держись, поворачивай к шарду! 42 градуса тепла. Мы приехали в Эльтон. По совету Лены заселились к Нурбеку и Ригеле. Сейчас Рагеля. Сейчас мы находимся в беседке у них во дворе. Настя готовит салат. Еще тут есть такой рыжий бандос, который будет попрошайничать. Мы приехали в поселок Эльтон, чтобы посмотреть на соленое озеро Эльтон. Самое большое соленое озеро Европы. По-тюркски название звучит Алтын-Нур – золотое озеро. Говорят, здесь красивейшие закаты, и сюда приезжают фотографы снимать ночное небо. Мы тоже решили посмотреть закат на озере Эльтон. Озеро Мелкое, летом около 10 сантиметров глубиной. Идешь по тонкому слою воды, вернее солевого раствора – рапы, по белой корке соли, под которой скрыт слой густой целебной грязи, по лечебным свойствам, превосходящей грязь Мертвого озера в Израиле. Не зря здесь в XIX веке были построены царские купальни, и все петербургские и московские аристократы ездили сюда укреплять здоровье. Курорт был дорогим и престижным. Лечебная грязь. Тут были, видимо, царские купальни раньше. Говорят, что здесь были такие. Все заходили сюда, в эти ванночки, вымазывались этой грязью. Целебной мазали суставчики. Дерево, обросшее соляными наростами. Такие штучки тут прям причудливые. Перекати поле, соли. Лиса, что-то треплет. Лиса, ты кого там жуешь? Что-то жрет. Бутерброд какой-то. Ушастик. Видишь, какой ушастик. Как тут выживаешь, а? Худая бедняга. В 1900 году здесь был открыт санаторий. Он есть здесь и сейчас, но все закрыто, карантин. Можно пройти к озеру пешком, около километра идти по дороге под палящим солнцем. Воду, чтобы обмыться после грязевых и солевых ванн, нужно нести с собой. Мы пошли смотреть на закат. Время, когда озеро полностью оправдывает свое название. Алтын-Нур. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...